Субтитры делал DimaTorzok Кому это надо? На самом деле, большинство зарубежных изобретений, которыми мы пользуемся, имеют именно русские корни. Вспомни только Ползунова, Яблочкова, Попова, Артамонова. Кто придумал лампочку, радио, велосипед? Обуденный Анатолий Палович, который еще в 1967 году изобрел первый в мире самый быстрый работающий процессор. Плоский телевизор, имеющий более 100 патентов. Какая его судьба постигла? Нет зарубежных аналогов, значит тюрьма. А потом, так как квартиру украли московские чиновники, против которых у нас почти невозможно бороться, бомж. И как после этого можно надеяться на российское правительство? Анатолий Буденный даже письмо писал Путину о его статусе и судьбе, в котором он написал, что любое производство в России убыточное. Нужно делать инновационное производство, но шансы для России упущены. Инновационные сварочные аппараты для подводных лодок, квазипостоянники, которые дают шанс подняться российским производителям. Но везде встречаются рейдеры, целью которых стоит инновационное изобретение, которое выводится в массы исключительно с помощью народа. А как иначе? Приведу пример технологии, судьба которой была почти схожа с судьбой разработок Буденного и многих других ученых и изобретателей советского времени. Многие уже знают, есть такой проект моторы Дуйнова. Дуйнов, если кто не в курсе, это советский инженер, изобретатель, а также предприниматель, что немаловажно, который в свое время изобрел высокотехнологичный плазморез Горыныч и успешно продвинул его в массы, запатентовав и основав производство. Так вот, этот комплекс работает на воде и спирте. Его, кстати, не смогли скопировать даже китайцы. По телевизору даже был выпуск, как с помощью этого аппарата можно добывать наноалмазы. Сейчас он забранный как распортий. Варит он любой металл, гидаргон. Режет водой, осваривает водкой, а еще паяет, закаливает, наносит глазурь. Изначально этот плазменный аппарат делали для орбитальной станции МИР. Сегодня предлагают использовать на земле, приковывая взгляды потенциальных инвесторов Россопью Искр. В частности, это сладебные аппараты для резких классов и пайки металлов на рынке. Аппарат был разработан в советские времена, УКБ «Алмаз». Делал он был для работы на остальном мире, в безвоздушном пространстве. Поэтому он имеет очень малый вес и добавительный. И в свое время еще испытывал этот план советский. Аппарат до сих пор не имеет аналогов на зарубежном рынке. Это только чисто национальная работа, и сих пор не все еще и не произойдет. Аппарат можно использовать также и в длинных условиях. Он чем удобен? Во-первых, он заменяет порядка 10 различных инструментов. То есть, помимо резкой сварки и пайки, он может использоваться для плавки и разогрева металла, для закалки и отпуска стали, для порошкового напыления металла, для выранения стали. В общем, объемы медального цвета. Прибор, по-тебе, довольно востребованно для, в частности, ЖКХ, для сварки и ремонта трубопроводов, для автосервисов, потому как прибор, этот ГЭД-аргон, варит практически любой металл. Вот что дает возможность, во-первых, избавиться от взрывоопасных баллонов и не таскать с собой такие тяжести. В частности, сварщиков, ЖКХ. Мы ждем, конечно, что прибором будет больше людей интересоваться. У нас пока покупают где-то процентов 50, это в частности, для личного использования, то есть гаража, на дачах и автомобилях. Но более подробно я хотел коснуться другой разработки в области электродвигателей. Это уникальная технология двигателей нового поколения. Чтобы понять значимость и эффективность этой технологии, о ней можно сказать так. Разработка Дуинова в мире электродвигателей – это как автомат Калашникова среди автоматов. Простота, надежность и эффективность. Три качества, обеспечивающие популярность и востребованность его изобретения на несколько десятилетий. Для тех, кто соображает в электротехнике, применение технологий совмещенных обмоток дает больше энергоэффективности от 10 до 50% и позволяет сделать из асинхронных двигателей тяговые двигатели и мотор-колеса. Естественно, становится понятно, насколько выгодно данное изобретение для экономики и невыгодно для тех, кто сидит на нефтегазовой трубе. Но это, конечно, не все преимущества. Есть еще ряд уникальностей, почитать которые вы можете сами на сайте проекта. Ссылку я внизу оставлю в описании. Так в чем же сходство жизненных путей Дуинова и Буденова? А в том, что и там, и там эти инновационные изобретения не принимаются властями и производителями. Дмитрий Александрович Дуинов хотел разработку внедрить в массы, но для этого нужны были огромные финансы. Он обивал пороги больших чиновников и банков, в которых ему говорили, что если аналогов нет за рубежом, то и нам это не нужно. Крупные же инвесторы предлагали деньги на разработку по их условиям, которые по факту означали продать технологию с потрохами, что никак не совпадало с патриотическими убеждениями Дуинова. Также он ходил к производителям электродвигателей, в которых сидели хозяева, которым, наверное, было невыгодно, чтобы их двигатели были экологичнее, мощнее и долговечнее. Поэтому инженеру пришлось пойти другим путем, через народ. Вначале он создал форум для обсуждения продвижения в массы своей разработки, чтобы ей мог воспользоваться любой желающий. Потом предложил многим перемотчикам промышленных электродвигателей модернизировать сгоревшие двигатели предприятий на разработанную им обмотку, именуемую в народе «Славянка». И так, совместно с другими обмотчиками и со своей командой, он развивал свою разработку. Именно благодаря обычным людям, а не чиновникам или другим властьимущим, сегодня уже десятки предприятий используют эту обмотку по лицензии на право ремонта и модернизации двигателей по его технологии. Также уже есть серийная продукция в виде электродвигателей, в которых и используется наша «Славянка». Также уже есть серийная продукция в виде электродвигателей, в которых и используется наша «Славянка». Но цель Дуинова совсем другая, более масштабная. Это построить большое конструкторское бюро недалеко от Москвы, в особо экономической зоне Алабушева. Там будут модернизировать, проектировать на заказ новые двигатели, выпускать их установочные партии и многое другое. А это новые рабочие места, новая экономика и поднятие российского производства, да и России в целом, так как она сможет вырваться в лидеры по производству современных электродвигателей. В общем, предприятия с видением на десятилетия вперед, если, конечно, наши власти не будут втыкать палки в колеса Дуинова и втыкать палки. Это не про нашу страну. Проблемы команда Дуинова встретила уже сразу. Наши чинуши долго не давали специального места в этой зоне. То были выборы мэра, то новые законы, то новая НДС. И длилось это почти год. Но команда не сдавалась, ведь своей цели она идет уже ни много ни мало, а более 20 лет. В итоге, буквально недавно, в конце декабря 2018 года, властями и чиновниками, вопреки всему, было принято решение одобрить соглашение для деятельности в особо экономической зоне Технополис Москва. И это является одним из доказательств того, что цель и серьезная деятельность, а также намерение команды реализовать внедрение инновационных технологий в массы, способно пройтись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова